Добрый день, мы тогда разрешите начать семинар рабочей группы СМИ и гражданское общество. Меня зовут Хосен Чоль, я директор корейского секретариата форума ДРРК. Добрый день, мы по-прежнему переживаем тяжелые и аномальные времена в связи с ковидной пандемией. Сегодня утром я увидела интересную статистику по совокупному количеству инфицированных ковидом. Республика Корея занимает седьмое место в мире, около 18 миллионов человек было инфицированных, а Россия восьмое место. В пересчете на душу населения получается, что в Корее инфицированных было значительно больше, чем в России. Но, к счастью, ситуация в Корее стабилизируется, пик пройден и наблюдается тенденция спада. Поэтому хочу надеяться, что вот уже скоро мы сможем вернуться к привычному образу жизни. За последние два года во время ковидной пандемии было сгенерировано большое число фейков, касающихся ковида, распространение которых провоцировало тревожность в обществе, становилось источником различных социальных конфликтов. При этом противодействовать распространению дезинформации, так называемой инфодемии, весьма сложно. Не будет преувеличением, если я скажу, что ковидная пандемия лишь обнажила проблему инфодемии и показала, что мир, народы, стран уже задолго до ковидной пандемии страдают от информационной инфекции. Учитывая подобные обстоятельства, хотел бы подчеркнуть, что тема семинара была выбрана весьма правильно и своевременно. Уважаемые участники семинара, Николай Михайлович, я хотела бы передать вам теплый привет, а также поблагодарить господина Игнатенко Виталия Никитича за то, что вы нашли время и приняли участие в работе семинара. Также господина Лим Куан Ги за ваше участие в семинаре. И я хотела бы также поблагодарить всех участников, которые подключились в онлайн-режиме к работе семинара. В 21 веке с развитием интернет-технологии и стремительным проникновением социальных сетей в жизнь стало расти число случаев, когда информация, не соответствующая действительности, распространялась ненадежными СМИ, как это было традиционно, а различными представителями социума в виде достоверных новостей. Порой такие фейковые новости приводили к серьезным политическим, социальным и даже международным проблемам. Как правило, информация преподносится в виде нормального новостного сообщения, но в целях достижения определенных целей первоисточники или авторы таких новостей искажают или фальсифицируют ключевое содержание информации. Противодействовать фейкам сложно, поскольку их непросто верифицировать, кроме того, большинство из них провоцирующего, сенсационного характера, поэтому легко вводят в заблуждение населения. Еще одна сложность в том, что с увеличением пользователей, для которых и информационные технологии стали привычным делом, такая дезинформация получает широкую огласку и распространяется с большой скоростью. С другой стороны, появление большого количества фейков можно расценивать и как закономерный побочный продукт, который мы получаем в результате широкого использования умных гаджетов, появления месседжер-платформ и в целом активного погружения масс в социальные сети. Сегодня срочно требуются правовые, институциональные, технологические инструменты по противодействию фейковым новостям, но в этом вопросе нельзя перегнуть палку, чтобы не получилось, что погоня за эффективными мерами может привести к чрезмерному регулированию СМИ, поскольку чрезмерные регламенты могут подавить свободу слова, которая относится к универсальным ценностям человечества. Соответственно, всем нам сегодня следует сконцентрироваться на усилиях по реагированию на угрозы, создаваемые фейковыми новостями, руководствуясь при этом соответствующими принципами. Несмотря на то, что семинар проводится в рамках ограниченных временных регламентов и онлайн обсуждений, я считаю, что усилия и попытки достичь целей, которые мы преследуем в рамках нашего семинара, стоят того. Еще раз я хотела бы от всего сердца поблагодарить всех, кто и сегодня был с нами. На сегодняшнем семинаре мы ожидаем откровенных и конструктивных дискуссий от вас, известных журналистов и экспертов обеих стран. Я уверен, что сегодняшние дискуссии внесут значимый и полезный вклад в эффективное реагирование. И в конечном итоге приведут к искоренению инфодемии, которая продолжает развиваться и быстро распространяться, так же, как и ковидная инфекция на планете. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин посол. Спасибо, господин посол. Вы, как всегда, очень конструктивные, очень будры. Мне кажется, вы определили тональность сегодняшнего нашего разговора. И я уверен, что Константин Михайлович Кропчев продолжит эту тему. И вы услышите позицию нашей страны. Пожалуйста, Николай Михайлович. Спасибо. Микрофон выключен. Микрофон. Большое спасибо. С удовольствием послушал ваше прекрасное выступление. У меня были небольшие тезисы, но я их отодвигаю в сторону и хотел бы поговорить вроде бы о другом. На самом деле, мне кажется, о том же самом. Несколько примеров. Безусловно, во время коронавируса мы столкнулись с распространением самых разных фейков. И эти фейки сказались на эффективности противодействия коронавируса. Я боюсь, что мы пока не подсчитали, но если подсчитаем, мы поймем, сколько жизней унесено в разных странах мира, именно потому что распространялась ложная информация о том, как лечиться, как предохраняться, обезопасить себя. Это стопроцентно так. Придет время, и хотелось бы, чтобы наши СМИ честно написали о том, какие последствия наступили, в том числе и в кавычках, благодаря распространению неверной информации. Ущерб страшный. Мне до работы ехать достаточно долго, и поэтому, я так понимаю, о чем сегодня будем говорить, я вспомнил свой вчерашний день. Было несколько встреч, было несколько совещаний, и я сделал несколько звонков людям, которые участвовали в этих мероприятиях, или знакомых, которые не участвовали, но явно должны были получить информацию из третьих рук о том, что вчера происходило. Я получил информацию о том, чего не было. Не говорил я этого, был я не в белой, а в голубой рубашке, был я в таком-то состоянии. На встрече были доброжелательные, относящиеся ко мне с уважением люди, но они увидели совершенно другую ситуацию. А когда я послушал тех, кому передавали эту информацию из третьих рук, она была уже совсем искажена. Я однажды провел эксперимент со своими проректорами, доктора наук, уважаемые люди, и попросил после совещания сформулировать письменно, о чем мы говорили. Вы уже поняли, не буду продолжать. Не было одинаковых ответов у семи проректоров Санкт-Петербургского университета, о совещании, которое длилось не так уж и долго, 30 минут. Каждый день мне поступает информация о негативе, позитиве и нейтральной информации в сети интернет и в СМИ о Санкт-Петербургском университете. Это тысячи публикаций. Я не читаю ни позитив, ни нейтральную информацию, потому что нет времени на это, ее так много. Я смотрю только негативную информацию. Порой это бывает 10-20 тысяч постов с аудиторией просмотров от 20 до 40 миллионов аудиторий. И никогда, никогда не бывает достоверной информации. Я долгие годы был, 5 лет был, председателем уставного суда Санкт-Петербурга. Мы вынесли очень много знаковых решений. Запретили губернатору баллотироваться на третий срок, заставили не понижать заработную плату в ситуации, когда профицит бюджета горожанам, заставили проводить общественные слушания, а не устраивать уплотнительную застройку, когда два дома уже стоят, и вдруг появляется между ними еще один дом, без полного какого-то обсуждения с кем-то из проживающих. Общественность не слушали. Суд был прогрессивен, демократичен и так далее. Прошло 5 лет, журналисты меня спрашивают, а мы о вас писали много, какая публикация самая запоминающаяся? Вы писали много, но большинство публикаций ложных. Говорит, ну как же, Николай Михайлович, ну хоть одна-то из такого-то количества, а публикаций было более полутора тысяч. Одна из них была честная? Говорит, да. Самое честное, это была публикация о том, что в суде объявлен конкурс на должность секретаря. Правда, вы не точно указали телефон, по которому нужно звонить, вы не точно должность назвали, и вы неправильно назвали сам суд. Все остальное было верное. По сравнению со всеми другими публикациями, которые касались деятельности уставного суда, это самая честная публикация. И вообще, это самая честная публикация из всех тех тысяч публикаций, которые были о работе уставного суда. Замечу, это не требует перевода. Это Россия, все на русском языке. Здесь нет политики, которые разъединяют. Здесь нет исторических проблем, которые разъединяют. И полное отсутствие взаимопонимания. Полное отсутствие взаимопонимания. Которое породило конфликты, которое породило, ну, например, ситуацию, при которой мы вынесли решение, позволяющее всем государственным служащим Санкт-Петербурга увеличить свою зарплату значительным образом. Ни один из них не решился этого сделать. Уже прошли 12 лет, но никто не так и не компенсировал те потери, которые были ему причинены. Потому что СМИ после нашего решения так обманули читателей, что они потеряли и деньги, и психологическое спокойствие. А мы ничего не могли сделать. Заканчиваю. В университете, понимая, что происходит вокруг него, мы приняли простое решение. На нашем сайте публикуется информация. Наверное, кто-то скажет, что она тоже ложная, но это наша официальная информация. Мы потратили очень много времени для того, чтобы эту информацию стали читать. И сегодня, как только мы публикуем какие-то материалы, даже официальные материалы о жизни университета, СМИ и Тартас, и местная Фонтанка, и Регнум, и другие читают эти материалы в течение ближайшего часа. Но что потом происходит? Потом они перепечатывают эту информацию порой, опять-таки, нечестно. Поэтому мы вынуждены пойти на следующий шаг. Мы стали публиковать запросы СМИ на собственном сайте и ответы на собственном сайте. Потому что понимаем, что если мы направим в СМИ наш ответ, из него исключат половину текста, поставят еще какие-то комментарии или фотографии, и опять информация будет ложная. Я просто боюсь за общество. Я переживаю. Я знаю, что один из вас, думаю, что и многие, читают курсы в вузах, издают книги о фейках. Но как им противодействовать? Не знаю. Очень был бы рад, если сегодня мы бы нашли возможность сказать, что мы продвинулись не только в обсуждении, но и в решении этой проблемы. Я не говорил ни про Донбасс, ни про, не знаю, взаимоотношения России и Кореи политические. Мы простые вопросы не можем решить внутри стран таким образом, чтобы честная информация была достоянием гласности. Всех. Доступно всем. то как можно рассчитывать, что информация по поводу политизированных или военных конфликтов будет честной, доступной и не будет мешать нашим странам, нашему обществу, нашему миру жить в спокойствии и взаимопонимании. Спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. По-моему, замечательное выступление. Очень, во-первых, слободневное, во-вторых, самокритичное в адрес российской журналистики. У меня тоже к ней есть очень большие претензии. Мы будем, когда говорить с нашими корейскими коллегами, я думаю, что было бы очень полезно придерживаться вот такого стиля или направления, которое задали нам два наших руководителя. Особенно я бы обратил внимание на выступление Николая Михайловича. Мы, я скажу почему. Мы с вами находимся в том положении, когда журналистика, нормальная, серьезная журналистика и когда это очень большую роль в жизни любого общества. Если она не пользуется доверием внутри своего общества, она, конечно, не будет пользоваться и доверием вне его. Я могу вам привести пример. За все время пандемии и я бы не занимался счетов и очень серьезную проблему с Донбассом, Луганском, нашу проблему. Я не встречал в российской прессе какой-нибудь отрицательной или там негативной информации или материалов негативных, которые бы каким-то образом оценивали позицию Республики Корея в этих вопросах. Никогда ни при каких условиях мы не позволяли себе ни одного бранного слова в адрес Республики Корея. К сожалению, зеркально, если обратиться к этой проблеме, мы очень много от ваших коллег, в том числе от уважаемой газеты Чейсон и Льбо, где я когда-то даже комментатором был таким полуштатным, я вижу, что все это переполнено просто фейковыми новостями. Никто даже не пытается в вашей стране даже обратиться к правильным источникам информации, чтобы хотя бы взвесить, правильно ли мы поступаем, неправильно. Это тема, которую мы еще с вами поднимем. Я хотел бы просто продолжить перед тем, как Леонид Михайловичу Млечену, нашему очень известному журналисту, вы его знаете, с международным именем, который много лет занимается как раз разоблачением исторических фейков, который много лет занимается тем, чтобы донести до нашего читателя и зрителя, автора многих книг, многих сценариев и сегодня работает в общественном телевидении России. Но, верно, он это скажет более обширно. Я просто хотел сделать несколько замечаний. Вот информационное заражение окружающей среды уже, я считаю, факт общепринятые не только в нашей стране, но и во всех странах. Здесь есть несколько закономерностей. Я полностью согласен с Николаем Михайловичем, который их назвал, хотя бы я бы добавил, что закономерность еще в том, что средством информации сегодня допущено сонмище безответственных людей. журналистика всегда предполагала одно из первых законов журналистики ответственность за свое слово. Сегодня любой блогер может написать вам что угодно и это будет считаться аж, так сказать, таким высоким словом журналистское выступление. На самом деле это не так. Второе, что это не столь безобидно, даже это не болезни или не заражение какое-то. Это фейковые новости или фейковые материалы становятся самым настоящим информационным оружием. И это наш коллектив профессионалов должен абсолютно точно понимать, что это уже вступило в другую ипостась такое непротивление этим безумным фейковым выступлением информации. И такое оружие сегодня используется в полной мере. Не только там же, где мы это видели, ну, серьезной пандемической ситуации, но и в том конфликте, который сегодня происходит на Украине. это может привести к тому, что любой конфликт, любое недопонимание между нашими народами, не только нашим народом, а миром сообщества, может привести к непоправимым последствиям. Мы вдруг стали даже в какой-то степени заложником этого дела. У нас время, когда в газетах и на телевидении джентльмены разговаривали с джентльменами и джентльмены писали для джентльменов, это время уже прошло давно. Сегодня мы просто в пандемии, например, мы убедились в том, что знающий не говорит, а говорящий не знает. Мы стольких людей отправили огромного сожаления на тот свет только из-за того, что они были завалены неправильной бредной, ничего не имеющей под собой никакой научной базы информации. Поэтому наш сегодняшний разговор, я хочу сказать, имеет очень серьезное, я не побоюсь этого слова, международное значение. Очень серьезное. Вы первая страна, которая вызвалась говорить на этот счет. Я могу сказать, что у нас есть санкт-петербургский диалог, которым руководит Николай Михайлович, который диалог с Федеративной Республикой Германии. У нас такого диалога, мы не можем добиться такого диалога, который сегодня идет с вами. Наши немецкие коллеги просто отказываются говорить по этим темам, где есть вопросы, на которые они не могут ответить нам. А мы можем ответить. Я поэтому приветствую наш, еще раз приветствую наш сегодняшний разговор, потому что мы первые, которые серьезно и принципиально и откровенно можем сегодня продолжить. Итак, Леонид Михайлович Млечин. Где наш Леонид Михайлович Млечин? Да. И слышно кровь. Сейчас минуточку. Виталий Никитич, спасибо большое за ваше выступление. Действительно, она была такая весьма впечатлительная. Я с большим вниманием выслышал ваше выступление. Но вы знаете, что по программе у нас запланировано вступительное слово руководителям рабочей группы СМИ. Поэтому, если вы разрешите, мы предоставим слово господину Ли Фанги. Я не в ту шпаргалку заглянул. Вот Николай Михайлович борется со шпаргалкой, но я не в ту заглянул. Извините, ради бога. Ли Фанги, пожалуйста, извините, ради бога. Ленечка, ты потом выступишь, ладно? Слышно меня, да? Уважаемые председатели координационных комитетов, господин Ли Гюхен и Николай Михайлович Коропачев, уважаемые участники семинара, я рад встрече с вами. У нас скорее до самого утра шел проливной дождь, прошедший долгожданный дождь, напитал землю влагой. Надеюсь, что и в международной обстановке, которая обострилась в последнее время, пройдет благодатный дождь и принесет радостные вести. Прошло уже три года с тех пор, как российские журналисты посетили Сеул в 2019 году и участвовали в очном семинаре. Тогда члены российской делегации посетили нашу ассамблею, а также телеканал национальной ассамблеи, где я работаю. Мы тогда провели очень полезное время. Однако с тех пор визиты друг к другу были приостановлены из-за коронавирусной пандемии, и мы проводим семинары только в онлайн режиме. И я надеюсь, что это последний будет семинар в онлайн режиме. Как было заявлено, мы сегодня обсудим две темы. Меры по противодействию фейковым новостям, а вторая тема это меры по повышению осведомленности журналистов по международной проблематике. Обозначенные обе проблемы весьма актуальны. Надеюсь, что сегодня журналисты и ученые обеих стран глубоко и откровенно обсудят эти проблемы и смогут найти хорошее решение. Спасибо за внимание. Хорошо. Хорошо. Тогда продолжим. Лея Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. . 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 Спасибо, Леонид Михайлович. Я хотел бы предоставить слово очень известному журналисту, который несколько лет представлял такую авторитетную газету, как «Чей сон и любовь в Москве», Клон Кенбоку. Сегодня он директор центра по связи с общественными университетами. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Клон Кенбок. Я подготовил слайды, поэтому я сейчас продемонстрирую экран и начну свое выступление. Всем видны мои слайды? Да, может быть, вы жестом мне покажете, что вы все видите слайды. Слайды представлены на корейском языке, но я думаю, что в режиме синхронного перевода я постараюсь донести свою мысль. Тема моего доклада – это «Как бороться с фейковыми новостями в современных условиях». Я поэтому подготовил слайды и хотел бы пойти по ним, тихо-тихо рассказать и поделиться своими мыслями. То есть, первый вопрос – каким образом Корея и Россия будут противодействовать и противостоять фейковым новостям? Прежде всего, я хотел бы поговорить о понятийном аппарате, что подразумевает в Корее и в России под фейковыми новостями. В Корее фейковые новости – это фальсифицированная информация или статья, в которой существуют недостоверные или сознательно искаженные сведения. Сообщения при этом передаются в виде новостей через квази средств массовой информации. И информация преподносится с преднамеренным умыслом. В России также имеется определение и под фейковыми новостями подразумевается чрезмерно размытая информация, сообщения с ошибками, с серьезными искажениями фактов. В соответствии с партийными интересами, власть имущий зачастую использует этот термин «фейковые новости» в качестве оружия или инструмента для отрицания новостей, с которыми они не могут согласиться, а также для нападок и унижения средств массовой информации. Но если мы с вами будем говорить о том, что фейковые новости, да, действительно, эта информация весьма расплывчатая, размытая. И вторая характеристика фейковых новостей – то, что она очень быстрыми темпами разносится по интернету, по информационному пространству. Третье. Сегодня уже говорили об этом, то, что фейковые новости используются в качестве политического инструмента. Вот на этом слайде я хотела бы показать, что понятийный аппарат, под которым подразумеваются фейки или фейковые новости в России и в Корее, они, в принципе, имеют общий знаменатель. И единственное отличие в том, что в Корее фейковые новости, они имеют более узкую направленность, а в России под фейком подразумевается более широкое такое понятие и включаются туда различные искажения, ошибочная передача информации. И, как я уже говорила о том, что фейковые новости, они очень быстрыми темпами распространяются в информационном пространстве, при этом большую роль играют именно социальные сети. И именно на площадке социальных сетей генерируются фейковые новости, затем они распространяются в пространстве социальных сетей, и здесь создаются еще новые деривативные фейковые новости. Кто является тогда жертвой этих фейковых новостей? Мы считаем, что это те пользователи или в целом, если говорить, это население страны, граждане того или иного региона или той или иной страны. И если обратить внимание на этот слайд, то мы можем видеть, что большой вред, который причиняет фейковые новости, это то, что снижается доверие к средствам массовой информации. И вот здесь я хотел бы показать, что проводился опрос рандомизированный, и спрашивали, насколько достоверны цифровые новости, то есть новости на цифровых платформах, и среди 2000 местных потребителей новостей. И вот здесь мы видим, что доверие к корейским средствам массовой информации составило всего лишь 25%, и Корея среди тех стран, которые опрашивались, оказалась в конце списка. И мы считаем, что снижение такого доверия, это именно очень такое, наверное, обширное использование средств социальных сетей, затем различных чатов в условиях пандемии. Ну, конечно, после пандемии или на спаде пандемии несколько доверия увеличилось к средствам массовой информации. Несколько примеров хотел бы привести, чтобы показать, насколько фейки, они вот и носят такой угрожающий характер в вопросах формирования или манипулирования сознанием общественности. Вот, допустим, здесь написано, что сообщалось, что председатель Ким Чен Ын похвалил за успешный запуск новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хосон-17», которая, по утверждению Северной Кореи, была успешно запущена 24 марта. Однако результаты верификации с соответствующими структурами Кореи и ведущих стран показали, что была запущена ракета не в «Хосон-17», а в «Хосон-15». Но, несмотря на это, практически во многих средствах массовых информации передавалась эта новость как практически достоверная. И я думаю, что здесь говорить, скорее правильнее расценивать, что это не фейковые новости, а продукт тактики обмана Северной Кореи, когда ошибочная информация предоставляется в виде новости в качестве пропаганды. Следующий, вот СНН со ссылкой на северокорейский источник сообщил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал отправить свою тетю Ким Кен Хи, и секретаря Трудовой партии Кореи в мае 2014 года в концелагерь. Но мы убедились, что эта тетя появлялась на публике после того и в 2013 году. И в 2020 году ВБС рассылает фотографии, сообщающие о том, что Ким Кен Хи пребывает в добром здравии. Ну а здесь на этом слайде британская ежедневная газета «Дотелеграф» 26 февраля показала, что мэр Украины Виталий Кличко объясняет, что в первый день войны он надел военную форму, встал в боевую стойку и проверил огнестрельное оружие, находясь на крыше одного из зданий. Но когда проанализирована была эта информация, было подтверждено, что настоящее фото для прессы было сделано в 2021 году, задолго до специальной военной операции, до начала. Здесь на фото слева и справа вы видите видео и фото украинской девочки 12 лет, которая сражается с российскими солдатами, вот начиная с начала марта, и здесь ей говорят «иди домой». Эта фотография была распространена в Твиттере, ТикТок и так далее. Но опять-таки стало известно, что это именно фейк, это палестинская девочка, и она стоит с израильскими солдатами. Но если говорить про проанализировать и сравнить, то можно сказать, что каким образом противодействует в Корее и в России таким фейковым новостям. В Корее, например, чрезмерное правовое регулирование фейковых новостей считают, что может привести к ограничению свободы массовой информации. В России частично признается, также, допустим, имеется специальный, был принят в изначальном варианте закон о блокировке фейковых новостей в 2019 году, и отмечал, что данная формулировка существенно ограничивает свободу массовой информации. И поэтому имеются специальные формулировки положения, которые ограничивают деятельность репортеров. Что касается Кореи, например, оппозиционные партии гражданского общества, международное сообщество выразили обеспокоенность по поводу того, что будут ущемляться свободы массовой информации в связи с поправкой к закону об арбитраже СМИ, который готовился к правительствам и правящей партии в 2021 году. Поэтому на сегодняшний день в Корее нет правового инструмента, который бы мог контролировать или фильтровать фейковые новости. В Корейской ассоциации журналистов что делается? У нас также нет четких правил, но в январе 2021 года в Харте журналистской этики Корейской ассоциации журналистов было прописано, что пресса сообщает правду, поиск правды причины существования СМИ. С 2021 года было подписано соглашение об отказе от фейковых новостей с местными органами власти. В России Союз журналистов России в марте 2018 года констатировал, что множество фейковых новостей не только лишает читателей и зрителей профессиональных стандартов, но и расшатывает базовые понятия морали, совести и этики. Далее в Корее журналисты, такие как Корейская газетная ассоциация, ассоциация редакторов газет и так далее понимают, что проблема фейковых новостей на сегодняшний день это глобальное явление и требует соответствующих мер по противодействию и ставится акцент на системе проверки фактов или факт-чекинг. То же самое происходит и в самой России. Вот здесь мы на этом слайде показываем, что у нас активно сейчас пропагандируется работа по налаживанию системы факт-чекинга. И вот, конечно, здесь задаются некоторые стороны вопросами на журнализм, неожурнализм, насколько правомерно использовать в этом понимании вопросы факт-чекинга или факт-чекинга журнализм. То есть здесь в этом плане, я думаю, что еще будут продолжаться дебаты, обсуждения, поскольку это пока новое такое явление в журналистике. Эффективны ли меры регулирования, такие как принятие правовых инструментов или наложение штрафов? Конечно, все едины в том, что чрезмерное правовое регулирование, оно может нарушить, попрать свободу слова, свободу массовой информации. Тем не менее, операторы цифровых платформ, которые являются, наверное, главными распространителями фейковых новостей, должны привлекаться к ответственности и наказываться с помощью административных мер, таких как аннулирование регистрации медиакомпании. И мы считаем, что это одно из эффективных, наверное, мер. В случае с Фейсбуком мы знаем, что правила такие имеются в самой компании, и они блокируют фейковые новости. Второе направление как мера противодействия фейковым новостям – это фактчекинг. Может ли фактчекинг стать способом предотвращения фейковых новостей? Конечно, сегодня актуально. И я думаю, что актуальнее будет заниматься развитием навыков и медиаграмотности среди населения. Это будет являться первым шагом к созданию вот такой системы по фильтрации контроля за распространением фейковых новостей. И третье. Какая ваша предпочтительная роль правительства, медиаорганизаций и поставщиков новостей? Желательно сформировать консультативный орган, в котором различными способами и формах участвуют правительства, медиагруппы, поставщики новостей, включая порталы, платформы и так далее, и эксперты для укрепления доверия и прозрачности медиаагентств, медиаорганизаций. Необходимо разрабатывать различные совместные меры для создания справедливой и здоровой медиаэкосистемы посредством непрерывной работы и советов, временного или постоянного. Здесь не имеет важное значение, это постоянный характер или носит временный. Учитывая мой опыт, опираясь на свой опыт журналиста, я попытался проанализировать и попытаться сформулировать некоторые пути решения сегодняшней этой проблемы. Спасибо за внимание. Спасибо большое, господин Квон Кён Бок, за ваш доклад. Тема доклада, как уже была озвучена, это «Как бороться с фейковыми новостями». Ну а теперь, если разрешите, мы хотели бы перейти к панельной дискуссии. Дискуссии. Дискуссанты начнут от корейской стороны, а затем перейдем по очереди, будем меняться, передавать слово российской стороне и так далее. По 10 минут. По 10 минут, пожалуйста, каждому дискуссанту. И слово предоставляется Ким Хи Джун, директору по международным делам и безопасности телеканала YTN. Спасибо большое, что пригласили меня на такую важную площадку, где мы можем обсудить весьма актуальные проблемы. Действительно, сегодня мир находится под таким вот потоком информации, новостей, и среди них очень большое число сгенерированных фейковых новостей. И понятно, что в условиях, когда передаются сегодня вот новостные сообщения о событиях на Донбассе, и вот среди них появляется очень много жеста и фейковых новостей. Сегодня я с большим вниманием услышала выступление господина Амлечина, и я по многим вопросам согласна с господином Амлечином. Например, в Корее у нас, вы знаете, что очень такие деликатные отношения между Кореей и Японией, и вот когда освещались эти отношения двусторонние Кореи и Японии, часто возникал вопрос о противодействии верификации новостей и выявлении таких фейковых новостей. Сегодня господин Кенбок говорил об этом, что в Корее формируется работа по противодействию фейковым новостям. Эта работа, можно сказать, начиналась уже где-то, наверное, 20 лет назад, когда Microsoft, руководитель, владелец этой компании, якобы объявил о том, что неправильная или искаженная передача информации, она повлекла за собой и нанесла ущерб финансовому активу компании, вот Microsoft. То есть это я сейчас хотела бы привести вот несколько кейсов, которые влияют и оказывают такое деструктивное действие. Еще один пример это, когда передавались новости по Северной Корее, вот говорили о том, что были мобилизованы население Кореи для подготовки специального мероприятия. Кроме того, говорилось о том, что население, чтобы уйти от этой мобилизации, давали специальные взятки, подарки членам партии, а также военным. И вот я помню, что сразу меня заставили написать такого рода статью, и я знаю, что буквально на следующий день сразу передавали, вот от Северной Кореи поступили требования выступить с опровержением. Ну что касается северной, по новостям о Северной Корее, как сегодня уже было сказано, о северокорейской новости очень сложно верифицировать, потому что сложно установить источник передачи данной информации. Я считаю, что очень много полезного можно извлечь из выступлений предыдущих докладчиков, но хотелось бы отметить, что на средства массовой информации для нас это, можно сказать, основная ответственность мы несем за передачу достоверных фактов и проверенных фактов. При этом, сегодня когда говорили о успешных мерах противодействия, то, как уже говорили, говорил профессор Хуан, что нельзя перегнуть здесь палку, почему? Потому что любое чрезмерное регулирование может привести к тому, что будет попраться свобода слова и нарушаться свобода деятельности средств массовой информации. Средства массовой информации, затем любые другие онлайн-интернет-медиа агентства и компании, они могут стать распространителями такой фейковых новостей, но при этом необходимо отметить, что каждая компания, медиа компания или тот орган, который занимается распространением информации, должны заниматься самостоятельно фактчекингом для того, чтобы верифицировать достоверность предоставляемых фактов. Когда сегодня господин Куан говорил о том, что когда северокорейские средства массовой информации передают заведомо ложную информацию, то эта информация носит более пропагандистский характер, и их сложно относить к фейковым новостям и определять как фейковые новости. Я очень осторожно подойду к вопросу ситуации на Украине, поскольку нельзя сегодня не говорить об этом. Когда 24 февраля началась специальная военная операция, то на сегодняшний день мы понимаем, что сегодня, во-первых, имеются различные формулировки этой специальной военной операции в каждой стране. Кроме того, считается, что Россия начала СВО в связи с тем, что западное сообщество не сдержало свое обещание и продолжало расширять свое расширение на Восток. Но в этом плане нужно, конечно, рассматривать всегда объективно обе точки зрения, поскольку у России и у Украины может быть свое ведение на существующие ситуации. Конечно, вот, например, французские руманцы говорили о том, что на сегодняшний день практически все средства массовой информации западного сообщества сплотились для того, чтобы встать в сторону Украины и передавать проукраинские новости. И в этом плане, конечно, Россия находится в невыгодном положении. И нужно понимать, что действительно, что несбалансированный взгляд на вещи, на события, ситуации, это влияет даже на повседневную жизнь рядовых граждан. В связи с этим МИД и Министерство иностранных дел нашей страны стали требовать подходить очень серьезно и взвешенно к передаче той или иной информации и попросили отправлять спецкоров на территорию, на конфликтную территорию, включая даже спецкоров нашей телекомпании, информационного агентства YTN. Конечно, здесь мы видим, что на сегодняшний день страдают мирные жители. И Россия под лозунгом специальной военной операции, конечно, или специальной военной операции приводит к таким большим жертвам среди мирного населения. И, конечно, здесь требуется вопрос поиска решения на международном уровне урегулирования данной ситуации и как можно в самые ближайшие сроки. Я думаю, что те или иные распространения, например, вчерашний доклад, выступления Путина на саммите BRICS, мы считаем, что это был посыл, это определенная информация к руководителям или представителям тех стран, которые будут участвовать на саммите Большой Семерки на следующей неделе, которая открывается. И мы понимаем, что это весьма не столь благодатно влияет на решение и урегулирование данной проблемы. Кроме того, сегодня с приходом и администрации Байдена, а также с приходом администрации Юн Сеон-Ньоли, мы видим, что в нашей стране усиливается военно-политический альянс между нашими странами, также альянс и США, Корея, Япония. На противоположной стороне формируется еще один такой альянс, это во главе с Россией, Китаем и включая другие дружественные государства. Если говорить о той точке зрения, которая сформулирована и сформирована в Западном сообществе по поводу ситуации на Украине, и оно выявлено было в коде специального опроса, который был проведен соответствующими организациями, мы понимаем, что это не столь положительно и не в пользу России играют такие результаты опроса. Поэтому нам бы хотелось бы, чтобы в дальнейшем укреплять взаимоотношения Кореи и России. Сейчас послом в Россию Кореи назначен человек, который очень имеет большой дипломатический опыт работы в этом направлении. Также было интервью господина посла Кулика в Корее, и, кстати, оно тоже должно способствовать укреплению наших двусторонних отношений в столь непростых условиях. И надеюсь, что сегодняшние результаты дискуссии также будут способствовать укреплению и углублению взаимопонимания между нашими странами. Спасибо за внимание. Спасибо. Пожалуйста, тогда, Виталий Никитич, вам слово. Да-да. Теперь мы предоставим слово Сергея Николаевича Ильченко, профессор Института высшей школы журналистики массовой коммуникации Санкт-Петербургского государства университета, доктор философских наук, кандидат искусствоведения и главный редактор газеты «Культурный Петербург». Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, многие знакомые мне корейские коллеги-профессора, с которыми мы видимся через тысячу километров благодаря нашему семинару. Виталий Никитич невольно подлил масла в огонь нашей дискуссии, номинировав меня как доктора философских наук, хотя я на самом деле являюсь доктором филологических наук, что лишний раз доказывает историю о том, что фейк может родиться, что называется, буквально из, как говорится, ничего. И я бы хотел сегодня поговорить о двух аспектах. Первый – это аспект о том, как отсутствие знаний или недостаточное знание друг о друге порождают как раз те самые стереотипы и неточности восприятия позиций государств, народов друг о друге. Это первый момент. И второй момент – как все-таки с этим бороться. Все уже согласились с тем, что фейк – это зло 21 века, быть может, даже более сильное, чем интернет, экологические проблемы и геополитические интересы, потому что геополитические интересы формируются на основе, ну, скажем так, недостоверной информации государства друг о друге, естественно, презентации этой информации в мировом информационном пространстве. И здесь, в этом смысле, благодаря, кстати, инициативе Виталия Никитича и то, о чем говорили, что последний визит группы российских журналистов, в котором я имел честь присутствовать и участвовать в ноябре 2019 года, в Республику Корея был очень продуктивен и, собственно, позволил по-иному взглянуть на наши отношения. К сожалению, год России в Корее, Корея в России у нас состоялся в таком странном, немножечко режиме, но все-таки он был, и в частности, в силу своей деятельности культурной, я почувствовал огромный интерес со стороны петербуржцев, со стороны студентов именно к корейской проблематике, корейскому искусству и вообще жизни Кореи, потому что, да, КНДР у нас присутствует в силу определенных обстоятельств более часто в информационном пространстве в силу исторических причин, но вот знакомство с кинематографом, с литературой Республики Корея и были организованы соответствующие ситуации, показалось, что люди хотят больше знать. И вот, собственно, от нас, от журналистов и от преподавателей, и от общественных деятелей, и от руководителей СМИ зависит, чтобы это знание увеличивалось, потому что, как гласит один из законов диалектики, который никто не отменял, количество всегда переходит в качество. И в этом смысле, конечно, история о том, почему народ беспокоится о неправде, она сегодня одна из самых актуальных проблем в истории человечества. Даже не голод, в конце концов, можно накормить людей. Информационный голод, во-первых, информационная ложь, которая сегодня существует, она создает искаженную картину мира. Искаженная картина мира приводит к неправильным, искаженным решениям, которое обостряет ситуацию. Ну, в данном случае, вот, я зацеплюсь за выступление предыдущей коллеги, которая номинировала, так сказать, ситуацию СССР, как ответ России на расширение НАТО на восток. Вот то, о чем говорил Леонид Млевич. История интерпретируется. И как она интерпретируется? В угоду определенной политической позиции. Мы можем спорить или не спорить с фактом, сдержали обещание или не сдержали обещание, но то, что НАТО существует в 130 километрах от Санкт-Петербурга, и на танке это можно проехать за два часа от Нарвы до нашего города, это факт, который никто не в силах оспорит. НАТО стоит у границ Петербурга, у границ Ленинградской области. И это уже спорить с этим бессмысленно. Также как бессмысленно спорить с тем, что корейский полуостров разделен на Республику Корея и Северную Корею по соответствующей параллели. И этот факт нельзя не принимать во внимание. Хотя, как я понимаю, и читая некоторые корейские современные литературные произведения, смотря фильмы, я должен заметить, что эта тема все чаще и чаще появляется в кинематографе, например. И если вспомнить «Игру в кальмара», известный корейский сериал, который очень популярен в России, это как раз тоже обозначается тем, как одна из героинь является беженкой из Северной Кореи в Республику Кореи. Так что тема эта актуальна. И тема, конечно, нуждается в равновесном освещении. И это, мне кажется, очень важный момент, потому что, да, есть определенные тенденции в освещении, так сказать, ядерной программы Корейской Народной Демократической Республики, но хотелось бы знать и позицию, которая существует сегодня в южнокорейском обществе. А там, насколько я знаю, позиции очень разные. И реакция на ту проблему, которая для Кореи является очень сущностной, и существует с середины 50-х годов разделение одной нации на два государства с разным политическим строем, это, конечно, вещь очень серьезная. И она требует постоянного внимания. Хотя уже сегодня ясно, что те люди, которые жили в условиях единой Кореи, их осталось не так уж много. Но, тем не менее, этот тренд существует, и его можно почувствовать. Что же касается истории о том, как бороться с фейками и со всем этим злом, то тут совершенно очевидна для меня и аналогия с ковидом. Как можно было победить ковид, и как, в конце концов, человечество более-менее справилось. Очень жесткие требования за контролем распространения, абсолютная, тотальная профилактика и усиление медицинской грамотности. Если перекладывать медицинскую тематику на медийную тематику, то тут то же самое получается. То, что называется профилактикой. То есть, условно говоря, развитие медиаграмотности. Правила эти очень просты, они изложены, и ваш покорный слуга этим занимается, издав уже целых три книжки. И, в принципе, если их суммировать, то тут большой, как говорится, теоретической разработки не нужно. Это все давно известно. Первое, самое очевидное, то, о чем сегодня говорилось, это то, что точность важнее скорости. Это девиз BBC, когда мы должны не торопиться выдавать сенсацию, а очень точно и спокойно это проверять. Я имею в виду те, кто занимается журналистикой, и те, кто принимает решения в политической плоскости. Вторая история – это поиск альтернативных источников информации. И здесь об этом тоже говорилось. Я думаю, что в Корее эта проблема существует, и в Российской Федерации это есть. И третье, мне кажется, помимо медиаграмотности, это, как ни странно, расширение гуманитарной базы знания, потому что от невежества рождаются вот все эти отрицательные последствия той самой, так сказать, постправды и фейковой журналистикой, которую мы с вами сегодня имеем дело. И здесь я бы говорил о том, что надо профилактику эту развивать не уже на уровне университетского и высшего образования, а, скажем, на уровне школьного образования. И эти уроки медиаграмотности вводить, что называется, ну, почти так же, как у нас вводятся, например, уроки ОБЖ. Только не безопасности жизни, а безопасности информационного существования людей. И это требует, конечно, перестройки всей системы образования, на мой взгляд. И если говорить об университетском образовании, то мой опыт преподавания спецсеминаров и спецдисциплин, связанных с фейками и связанных с проблемой достоверности информации, как раз говорит о том, что этот блок надо усиливать во всем гуманитарном сегменте университетского образования, да и в техническом тоже. Потому что должны быть определенные навыки противостояния фейкам. И тогда мы не будем иметь сообщения РБК о том, что в условиях санкций экспорт сельскохозяйственной продукции из России увеличился на 3000%. Можете представить себе, какая это, значит, ложь в 3000, как говорится, размере. И здесь я стою на позиции того, что надо все-таки эту историю внедрять или расширять гуманитарный блок дисциплин. Потому что незнание истории о том, о чем говорил Энт Мэйшн, приводит к искажению. Недавняя история 90-го года, да, словесное обещание нашему генсеку и президенту о нерасширении НАТО, естественно, чем закончилось. А многие об этом не знают и думают, что оно так и есть. Точно так же, как в отношении, так сказать, драмы корейского полуострова. Какие-то вещи, которые нам необходимо знать, чтобы понимать, почему это произошло в середине 50-х годов. Поэтому правила, повторяю, они достаточно очевидны. И помимо точность важнее скорости, поиск альтернативных источников информации и знаменитая русская пословица, которую Рейган повторил, подписывая с Горбачевым договор об ограничении стратегических наступательных, вернее, ракет средней дальности. Доверяй, но проверяй. Действительно, перепроверка информации, перепроверка источников, ссылка на экспертов. И вот здесь, конечно, роль экспертного мнения очень велика. Не всякие комментаторы, которых призывают под знамена, так сказать, пропагандистское, агитационное противостояние определенным тенденциям, со стороны наших идеологических партнеров, в кавычках, и противников. А четкое экспертное мнение, которое дает трезвую и объективную оценку ситуации, которые происходят и внутри России, и по периметру ее внешней границы, и вообще в мире. И вот это очень важный момент, который, мне кажется, следует как-то нам продумывать и совместными усилиями решить. И мне кажется, что взаимный обмен нашим мнением сегодня и в последующем, будем надеяться, контакты, которые произойдут, они будут этому немалой степени способствовать. Скажу честно на своем опыте, что благодаря форуму ДРРК мне все-таки удалось своими глазами увидеть Корею, Республику Кореи и понять, что между нами гораздо больше общего, включая историю, если вспомнить Вторую мировую войну, чем различие. И это внушает осторожный оптимизм по поводу того, что мы можем спокойно глядя друг к другу через тысячу километров с помощью зума говорить какие-то вещи и понимать друг друга так, чтобы у нас не возникло никаких кривоток. Доклад закончен. Спасибо большое. Спасибо, Сергей Николаевич. Я предоставляю слово моему корейскому коллеге. Пожалуйста. Спасибо большое, Сергей Николаевич, за ваши комментарии. Я дальше хотела бы предоставить слово директору пресс-центра КБС Пресс господину Ха-Джун Су, бывший корреспондент российского отделения КБС. Пожалуйста, господин Ха-Джун Су, вам слово. Я также подготовил материал. Меня уже представили с 2015 по 2018 год. Я работал в Москве. Три года находился в России. Был не разу и на Украине, был и на Донбассе, был в Донецке. Был также и в Севастополе, в Крыму, и был на Чернобыле. Также был и в Сирии на противовоздушной базе Ратакия. И буквально я, вот пока находился в Сирии, я просто отдал свою жизнь, свою судьбу в руки российских солдат. Также был и в Ираке. Я очень много готовила репортажи по военным конфликтным различным ситуациям. Учитывая то, что я занимаюсь международными новостями, поэтому и 24 февраля текущего года, также этому вопросу я уделял повышенное внимание. Я сегодня отмечу чуть позже. И хотел бы отметить, что сегодняшняя ситуация на Украине, в этой ситуации Корея является третьей стороной. И понятное дело, что у третьей стороны всегда свое, другое видение. И считается, что когда мы говорим о международных коммуникациях, то 99% это коммуникации, которые не всегда полностью могут отразить сущность. И это является в основном внешнеполитическая пропаганда. Здесь, кроме того, я хотела бы представить вот эту книгу, которая называется «Русофобия». И она сегодня на корейском языке в продаже. И хотелось бы, чтобы как можно больше корейских граждан ознакомилось с этим содержанием. Почему? Потому что действительно сегодня Запад, он пребывает в такой панике от русофобии. И нужно посмотреть, в чем же кроется суть этой возникшей русофобии. И когда мы говорим о конфликте, то прежде всего у конфликтных сторон имеется своя точка зрения, свое видение этого вопроса. А у третьей стороны и у третьих сторон всегда в некоторой степени иная точка зрения, поскольку это третья сторона, не вовлеченная в конфликт. Вот левые движения в Европе, они сегодня очень так остро обсуждают данный вопрос, насколько правомерны, легитимны действия России по отношению к Украине. Еще один вопрос, вопрос это Дена нацизма, дальше. И вот эти вопросы действительно сегодня остро обсуждаются. И вот понимаем, что стоит за украинским конфликтом, что это вот начиная с 2014 года на Донбассе, вот украинскими властями вот постоянно обстреливался Донбасс, вот было убито очень много мирных жителей, были очень большие жертвы и так далее. Но третья сторона не может знать, а в чем же истина, где же правда и где же достоверная информация. Кроме того, идеологический вопрос или идеологизация или политизация таких вопросов всегда нас оставит в сложное положение, когда мы пытаемся найти истину, правду и ложь. Вот на этом слайде остров Змеиный, который здесь находится перед Крымом, полуостров Крым. В самом начале, когда передавалась информация о ситуации на этом острове, говорилось о том, что в начале вот в Корее говорилось о том, что вроде бы он был подвержен обстрелу российскими военными. 28 февраля, и здесь было убито очень много людей, и 280 человек вроде бы и так далее. Но вот когда мы пригласили в феврале посла России, я присутствовала на этом месте, я услышала, что там не 280 человек, а 82 человека. Еще один момент, например, это про пилота, который проявил свою активность, и что на МиГ-29 сделал обстрел объектов. Но мы убедились в том, что эта фотография была сделана в фотошоп, и это что не настоящая, нереальный пилот и так далее. Еще один момент. Когда говорили о гибели мирных жителей, про Краматорск. 8 апреля, что ракеты накрыли станцию Краматорск, что погибло 52 человека, что было очень много раненых и пострадавших, несколько сот. И кроме того, что на этой территории Россия, конечно, выступила со своим опровержением, что это фейковая новость. И поэтому, опять-таки, нам, третьей стороне, сложно утверждать, чьи новости правильные, достоверные, и каким сообщениям можно верить, а можно и не верить. Еще одна информация. Это северный Донецк. Вот здесь 12 мая Украина утверждает о том, что 1500 российских военных, они вошли на эту территорию, и что были ликвидированы 1500 российских военных, более 700 различных бронетранспортеров и так далее. Россия выступила с опровержением по этому сообщению. Опять-таки, нам сложно судить о том, чьи новости, каким новостям верить. Следующее, это в Донецке, в Горске, святая церковь святых. Здесь также выступление новости украинские сообщает о том, что 7 июня Россия захватила эту территорию. И кроме того, что здесь были совершены преступные действия со стороны военных сил России. Вот, но я не знаю, насколько это правда или нет. Еще один факт, это Стефан Твитти, это выступление американского военного, Стефан Твитти, который также выступил с заявлением о ситуации на Украине. Он говорит о том, что более 200 тысяч военных украинских, они неизвестно где находятся, и мы не можем, и неизвестно их местонахождение. Здесь также сложно говорить о том, насколько это правдивое утверждение, и можно ли им доверять. Когда мы говорим о жертвах среди мирного населения, и когда появляются такие новости, действительно они вызывают боль. Но я не знаю, и жертвы среди мирного населения, это от действий военных сил России или украинских военных сил. Сложно говорить. Кроме того, сегодня военные силы России и Украины используют практически советское вооружение, поэтому сложно даже проводить оценку, анализ военными экспертами, с какой стороны были нанесены те удары военных. И последнее время Украину активно вооружают западными видами вооружения, поэтому сегодня вообще получается такая полная каша, и не совсем понятно, что и как. И вот Украина всегда утверждает, что Россия, оставляя территории, убивает мирное население. То есть здесь сложно, как я уже говорила, давать какую-то оценку, экспертный анализ вот таким действиям. И, насколько нам известно, и представители ООН сейчас находятся на конфликтной территории, проводят детальное расследование жертв и тех примеров жертв среди мирного населения. Но я не знаю, насколько действительно будут выявлены причины или чьими руками были нанесены такие преступные действия. И еще один момент, который сегодня мучает медиапространство, это что происходит с Путиным. И многие новости сообщают о том, о Великобритании, например, пишут и другие западные средства массовой информации, что глава государства теряет свой контроль в качестве главы руководителя страны. Кроме того, появляется о том, что есть попытки политического переворота внутри страны, что есть различные признаки, которые говорят о том, что вот-вот скоро наступит конец власти, путинской власти и так далее. И западные средства массовой информации уже на сегодняшний день, вот среди новостных сообщений я вижу, что они стали подвергать сомнениям различные новости, которые появляются по украинской ситуации. Например, в новостях проходили сообщения о том, что США проводила различные испытания химических видов вооружения, биологического вооружения, в химических и бактериологических лабораториях на Украине. Кроме того, вот у меня также вопросы, вот что Россия терпит большие поражения, теряет боеспособность на территории Украины. И вот еще один предположение того, что на сегодняшний день, возможно, на Украине проводят руководители всеми этими действиями военных Украины, руководители или военные, будем так говорить, генералы из западных стран. Неизвестно, есть такая информация у наших российских коллег или нет. Что касается перспектив решения вот этой проблемы на сегодняшний день, конечно, сегодня мы понимаем, что западные санкции против России, они все больше укрепляются и ужесточаются, но мы надеемся, что все-таки в этой ситуации будет найден правильный, грамотный, грамотное решение и выход из данной ситуации. Спасибо за внимание. Спасибо директору пресс-центра КИБС Хачинсу. Ну, спасибо. Ну, мне кажется, мы, во-первых, должны уважать наш собственный регламент. Все-таки нам 12 часов надо заканчивать, у всех какие-то есть планы. И мне бы, конечно, хотелось бы от наших все-таки выступлений, ну, какого-то, я не знаю, уровня предложений, уровня пересказывать то, что где-то что-то публикуется. Ну, это, мы все в курсе дела, что происходит, но вот какой-то урок из того, что, как мы это понимаем, какой наносит ущерб наши фейковые, фейк-новости, мы должны вот здесь обсуждать. Если мы будем их пересказывать, ну, это тогда не очень плодотворно. Юрий Викторович. Да. Два предложения готов сделать. Да, Николай Михайлович. Если это уместно с учетом регламента еще к тому же. Я лично через 20 минут должен ехать совершенно в другую сторону Москвы. У меня то же самое, к сожалению. Два предложения. Первое предложение адресовано нам, внутри страны. Не готов делать такие предложения для кого-либо за пределами. Мне кажется, что многие проблемы российской журналистики, связанные с фейками и не только, могут быть решены в случае, если допуск профессии журналиста будет осуществляться вовсе не на основе диплома о высшем образовании, а профессионального экзамена, который должен сдаваться независимой ассоциации, союзу, неважно как называется, журналистов России. При этом у этого союза должна быть возможность контроля за соблюдением этических норм со стороны журналистов, работающих тем, которые получили такую аккредитацию. И отзывы такой аккредитации. Такой порядок есть во многих странах применительно к работе психолога, медика, юриста. Я эту идею высказывал неоднократно, в том числе и руководству страны. Мне кажется, что то напряжение, которое есть в допуске к разным областям профессиональной деятельности, в том числе и юридической, замечу, просто настоятельно требует контроля со стороны общества, независимого контроля. Если, к слову, Виталий Никитич поддерживает это предложение, то давайте совместно обратимся к руководителю страны с соответствующим предложением. Что же касается взгляда со стороны, и сегодня не раз звучало о том, что ну как можно понять, будучи третьей стороной, где правда? Ну, наверное, придерживаться нужно того правила, которое в законе о журналистике или о средствах массовой информации во многих странах четко сформулировано. Если есть две стороны, то нужно дать возможность каждой стороне дать свое мнение, представить свое мнение. Если в газетах Англии, Франции, Ирана будет публиковаться официальная позиция двух сторон, а после этого журналист пусть высказывает свою оценку, но официальная позиция обеих сторон должна быть представлена. По-моему, это просто этическое требование. Я не поставлю оценку положительную или отрицательную на основании внешнего вида студента. Ему должно быть дано право высказать свою позицию. Вот мои предложения. Спасибо. Николай Михайлович, я хочу сказать, я двумя руками за. Это то, чем я много лет болею. Журналистики должны заниматься, профессионалы. Так как в вашем университете не может быть декана, ни ученого, не может быть ректора университета с огромным научным потенциалом и огромным багажом научным. То, что он сделает и какой вклад он внес на науку, этого невозможно. А в нашу профессию можно войти, выйти, потом работать там кем угодно. Для этого надо, конечно, я бы еще к вашему предложению прибавил одно. Поднять на высочайший уровень роль Союза журналистов России. То есть профессионально. В телевидении, газетах, радио, везде должен работать человек, член Союза журналистов. Вот там он и пройдет все эти ступенчики. Если он имеет доступ, допуск профессиональный этого сообщества. Да, да. Спасибо вам большое. Ну так, а что нам делать? Нам осталось 15 минут. Может быть мы минуты на 5 дадим еще слово одному нашему выступающему Юрию Личу и одному корейскому коллеге. И будем заканчивать. Как я хотел бы обратиться к своему коллеге. Господин Лик Ванги, как вы считаете? Нету его. Да, действительно, мы выбились из регламента, но при этом нужно учесть, что люди готовились. И здесь у нас и господин Аргылов, здесь у нас и господин Куджарюн от корейской стороны. Как вы считаете, господин Куджарюн? Господин Куджарюн готов уступить, и ему очень было приятно выслушать комментарии выдающихся ученых и журналистов. Ну тогда мы передадим слово господину Юхуан Сику. Ну давайте так, как можно сильнее сократить, минут до 5, и мы еще дадим слово Юрию Личу Светову, его очередь. Тоже минут на 5, пожалуйста. Не подключается он, да? Хорошо, тогда, пожалуйста, господин Куджарюн. Да, тогда давайте корейской стороне, да, предоставим слово? Хорошо. Господин Куджарюн, пожалуйста. Господин Юхуан Сик, декан высшей школы коммуникации университета Чунан, пожалуйста, вам слово. Добрый день, я очень рад встрече, учитывая то, что действительно у нас не так много времени, я постараюсь очень коротко сказать от себя, несмотря на то, что я подготовил тезисы. Я не являюсь экспертом по России, но 12 лет назад я был в Хабаровске, учился, был в университете, а вот железнодорожным также был во Владивостоке в качестве туриста. Добрый день. Как ученые журналистики я сам не читаю новости, которые передаются средствами массовой информации. Почему? Потому что корейские средства массовой информации, они не столь креативны, они зависят от информации, которая передается другими источниками информации. Но вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому многие новости, они просто не генерируются нашими журналистами, они переписываются. Кроме того, большой удельный вес среди корейских новостей это новости политизированные. И когда мы говорим о ситуации на Украине, то мы также понимаем, что эти новости, или, например, новости о Китае, они в основном придают им политическую окраску для того, чтобы использовать в политических интересах. Я стараюсь слушать и находить новостные сообщения из первоисточников. На сегодняшний день в Корее очень много создаются различных интернет-медиа изданий. Их на сегодняшний день в общей сложности более до 10, всего 20 тысяч, и более 10 тысяч газет появилось именно с 2011 года. При этом необходимо отметить, что на сегодняшний день корейская аудитория более предпочитает знакомиться с новостями не через традиционные носители, а через, например, YouTube-каналы или другие, например, мобильные приложения или онлайн-носители. И наш анализ показывает, что более 80% новостной информации и вообще создается, формируется картина мира в корейской аудитории через YouTube-каналы. Но мы понимаем, что не все ютуберы этические или морально-нравственные, ответственные люди, поэтому в основном информация либо искажается, либо она дается в неполном объеме, что не позволяет создавать объективную картину мира. На самом деле, когда появляются новости о тех или иных конфликтных ситуациях, конфликтных территориях, конечно, мы понимаем, что средства массовой информации, они могут позитивно способствовать или могут, например, негативно влиять на решение той или иной конфликтной ситуации. Как уже сегодня говорили наши российские коллеги, я полностью согласен, что действительно надо развивать навыки, навыки медиаграмотности и уметь людей обучать информационной гигиене. И, видимо, скорее всего, это очень правильно, и это будет формировать здоровое информационное пространство и здоровое информационно правильно развивающееся общество. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста, Виталий Никитич, тогда российской стороне слово. Да, пожалуйста, Юрий Ильич появился. Если нет, то тогда я, Никита Антонович Аргелов, это директор департамента коммуникации Школы искусств гуманитарных наук Дальневосточного университета. Пожалуйста. Юрий Ильич, у вас было очень плохо слышно. Вот сейчас вы можете что-нибудь сказать, пожалуйста? Все, вас слышим, вас слышим. Отлично. Тогда ваше слово. Да, да, да. Я хочу поздравить старейских коллег. Тем, что их страна вошла в состав космических держав. Великое достижение корейской страны заслуживает всяческого уважения. Теперь по теме сегодняшнего обсуждения. Когда я думаю о фейках, я вспоминаю такую птицу-кукушку, которая в гнезда других птиц подкладывает свои яйца. Причем она умеет эти яйца мимикрировать под яйца этих птиц. Только ее яйцо больше по размерам. И когда кукушонок вылупляется, он выбрасывает из гнезда всех родных птицов, а родители кормят эту птицу. И вот мы этот процесс с помощью фейков регулярно наблюдаем, потому что опасность фейков еще и заключается в некотором переформатировании сознания людей. Позиция американцев, которые все время твердят о том, что надо быть на правильной стороне истории, играть по правилам, которые они установили, привела, между прочим, к тому, что в ходе специальной военной операции часть граждан России идентифицирует себя не с собственной страной, а со страной, против которой ведется эта операция, ей сочувствуют и верят всему, что рассказывается о поведении российских вооруженных сил на Украине, что с той стороны ей приписываются, они с этим всем согласны. Я много лет назад делал интервью со знаменитым французским этнографом Жаном Малари. Он как раз рассказывал, что он наблюдал это явление, когда потомки алжирцев, живущих во Франции, идентифицировали себя во время, говоря о войне за независимость Алжира, с французами, а не с их предками, которые сражались против французов. И это было сделано благодаря книгам, фильмам, где всячески показывалось, что правильная сторона – это та, на которой были французы. И вот сейчас я не совсем, Виталий Никитич, могу согласиться с вашей позицией, когда вы говорили о журналистах. Вы знаете, было время, когда от одного места к другому можно было добраться пешком на лодке или на лошади, а потом появились поезда, самолеты, ракеты. И вот так же с доставкой новостей. Когда-то мы, журналисты, были единственными посредниками между новостью и потребителем. Сейчас этих каналов множество. Фактически любой человек может сейчас быть поставщиком новости. У него в руках смартфон. Он снял, передал, выложил, рассказал и все. И когда мы говорим о фейках, то значительная часть фейков все-таки порождается не журналистами. Она порождается блогерами и просто людьми, которые хотят быть поставщиками этих новостей. И говорить о том, что вот, ну, вы упоминали союз журналистов. Я сам член союз журналистов, возглавляю там большое жюри в Петербургском союзе журналистов. Но кроме нас, кроме журналистов, имеется огромное количество людей, которые общество готово воспринимать как поставщиков новостей. И вот что с этим делать? Как этому потоку препятствовать? Здесь не поможет никакое ни лицензирование, ни разрешение работать только тем, кто имеет журналистское образование. У нас уменьшается количество печатных изданий, и у нас поток новостей прежде всего переходит в интернет. Что с этим надо делать? Я думаю, одна из вещей – это то, что с ранних лет в школах должно ввести, надо вводить уроки информационной гигиены. Как в свое время у нас в Советском Союзе в школы пошло сельское население, и с ними начинали работу с того, что их учили мыть руки перед едой, чистить зубы, спускать воду в туалете. И научились все этому делу, понимая, что если ты не будешь мыть руки, то ты заболеешь, а то и помрешь. Так вот сейчас мы должны точно так же молодому поколению, которое, в общем-то, хочет состояться в жизни, чего-то добиться, объяснить. Что если ты некритично воспринимаешь фейки, если ты в информационном пространстве живешь, ориентируясь на эти фейки, то ты ничего в жизни не добьешься, что это угроза для тебя. К сожалению, человек чаще реагирует не только на пряник, но и на кнут. И вот в этом случае, вот говорить об этом, как мне представляется, будет более верным и действовать в этом направлении. У меня совершенно не идет. Я перезвоню. Хорошо. Спасибо. Я вроде уложился пять минут. Молодец, молодец. Юрий Ильич, ну, не хочется, чтобы наш диалог превращался в Россию в Россию, но, может быть, отдельно за скобки вынесем наше отношение к нашему журналисту. Все-таки у нас такой международный разговор, серьезный. И он, на мой взгляд, получился. Если вы разрешите, я скажу два слова и передам передам для заключительного слова своему коллеге. Мы как раз с господином Ли Кванги и успеем все сделать. Я хотел сказать, что, на мой взгляд, у нас сегодняшний диалог состоялся. Повторюсь, что это единственный диалог, который сегодня идет между нашими странами, нас идти, между нашей страной и другими странами, за тех диалог с Францией, повторюсь, с ФРГ. И здесь я хотел бы выразить особую благодарность Николаю Михайловичу Кропачеву за его активную позицию не только в сохранении нашего диалога, а за то, что вот именно его персональное участие, его персональная деятельность, принципиальность сохраняет наш диалог на высоком политическом и творческом уровне. Можно было бы, конечно, все это пропустить, но если бы у нас не было такого лидера, мы бы, я думаю, этот диалог с вами, скажем честно, потеряли. Нам сейчас, наверное, надо поставить еще другую, более высокую планку. Все-таки нам надо один и поставить такую задачу перед нашего руководства нашими странами, один диалог провести очно. Может быть, это будет в конце этого года или в начале следующего, но мы должны здесь выступить, может быть, даже первыми среди всех других. Может быть, даже первыми и впереди нашей дипломатии пойдем. Все-таки журналисты двух стран это большая сила для того, чтобы что-то изменить, понять и принять то, что происходит в нашей стране и в республике Кореи. Спасибо вам большое за ваше участие и, пожалуйста, Лим Квангий, уважаемый мной, мой коллега, скажет несколько слов в заключении. Спасибо. Спасибо большое, Виталий Никитич. Действительно, мы географически находимся далеко друг от друга и сегодня мы смогли обсудить очень деликатную проблему, которая на сегодняшний день весьма остро обсуждается. Конечно, нам не удалось сегодня быть в очном формате, но все-таки наша попытка наладить такой диалог, обсуждение по острой проблематике, это я уже этому придаю огромное значение и благодарю вас за участие, за понимание. Сегодня господин Ли Гюхен, я думаю, что позволит, я выступлю в заключительном выступлении. Я надеюсь, что сегодня сложная ситуация, такая, тучи такие надвинулись, но я считаю, что одна, даже небольшая свеча может осветить нам наш правильный путь, и поэтому я думаю, что сегодняшний онлайн-семинар, я надеюсь, что он будет последним, и я надеюсь, что мы либо в Сеуле, либо в Москве обязательно встретимся в очном формате, сможем пожать друг другу руки и продолжить наш очень значимый, такой полезный диалог, и я хотел бы поблагодарить всех участников и выразить также слова извинения нашим дискуссантам, которые сегодня не смогли выступить в связи с временным регламентом. Спасибо всем. Спасибо. Николай Александрович, пожалуйста. Я уверен, что сегодняшняя такая конструктивная встреча не могла бы состояться без реальной поддержки ее со стороны моего визави. Именно Люки Хэн вот главный, что позволил сегодня состояться этому событию. Поэтому я ему низко кланяюсь и благодарю. отместись к ним и всем корейские коллеги. Спасибо большое. Спасибо большое, господин Кропович, Николай Михайлович, большое спасибо. Благодарю. До свидания. Спасибо, господин посол. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.